Не проехать и не пройти. Карагандинцы возмущаются темпами уборки снега после прошедших снегопадов и бурана. Дороги во многих местах остаются сужены из-за завалов на обочинах, образовалась келейность, пешеходам же и вовсе приходится не сладко. Ирина Вобещевич с подробностями. Начиная с 4 января погода преподнесла сюрприз видеобильного снегопада и бурана, который продлился несколько дней. Жители с пониманием отнеслись к тому, что коммунальщики не поспевали за уборкой снега. Однако спустя несколько дней город продолжает утопать в сугробах. На дорогах для автомобилистов началось опасное вождение по суженным проездам, часть из которых в сугробах, а часть в припаркованных машинах. Пешеходы проделывают козьи тропы, так как до тротуаров и вовсе руки и техника пока не доходят. Честно признаться, возмущена до глубины души. То, что происходит в городе, это просто, ну я не знаю, коллапсом не назовешь, потому что зима наступила не вчера и должны были подготовиться как следует коммунальные службы к тому, что. Но вот вы видите даже сзади меня вот такие кучи, в принципе, они по всему городу. Колея невозможная. То есть обочины вы тоже видите, что называется, это называется бровки, они не чищены от слова совсем. Пешие тропинки, об этом вообще речи не может быть. Ну то есть вы сами знаете, сами живете в этом городе, их нет от слова совсем. То есть тротуары не чистятся вообще, в принципе. Я живу в самом центре города и каждый день выхожу в прямой эфир и вижу это безобразие и возмущена, просто вот возмущена. Обычно всегда то там, то там видно машины, что идут, убирают. Но сейчас все завалено, вот эти глыбы, млыбы. Гололед, невозможно ходить, особенно если пожилым людям. Ладно, мы еще молодые как-то можем. А пожилым нет, лучше не выходить. Ну было время и мало было народу, люди были как бы по домам, праздники, можно было почистить. Пусть бы этим людям побольше заплатили как бы за сверхурочные работы. Но по крайней мере вот этого безобразия, вот этого вот, потому что люди могут упасть, убиться, вот понимаете, подскользнуться и туда уйти. Я сама видела, как женщина упала прям под маршрутку. Ну что можно сделать? Службы тоже можно понять, они просто не успевают. Поэтому все хорошо будет. Коммунальщики работают, трудности для расчистки создают, говорят, припаркованные машины и снег, ставший сначала мокрым от дождя, а теперь скованный морозом. Замерзает, лопатой не возьмешь. В Акимате Казыбекбийского района говорят о выпавшей за несколько дней месячной норме осадков. Усилили контроль за работой коммунальщиков, которые перешли на жесткий график. Более 100 единиц техники по району выходит, работает. И также более 120 человек дорожных рабочих. Тоже у нас интервалы пересмейки были сокращены до одного часа, а обеды были сокращены до полчаса. У нас выходит ежедневно 6 грядеров, которые мы стараемся в кратчайших условиях подрезать все шишки, все наледи, все колейности. За этими грядерами следует сразу у нас трактор МТЗ, который своими щетками все это сгребает. Увеличенное число самосвалов должно вывести также сгруженный валы по всему городу снег. Погода, говорят, ожидается без осадков, поэтому снег расчистят в ближайшие дни. С тротуарами все оказалось сложнее. Все силы были задействованы, честно скажу, на очистку самих дорог. Теперь, как второй день, мы активно чистим пешеходные тротуары. В Акимате напомнили, что дворовые территории они не чистят только заезды, но во многих случаях оказывают содействие по вывозу уже сгруженного в кучу снега.